Владельцы участка укрылись в новом доме, пока соседний деревянный срубок, купленный вместе с участком, тушила пожарная служба. С огнем совладали достаточно быстро, но важной частью этой операции было сохранение соседних зданий от пламени и искр, так как погодные условия играли с порывами ветра, утаскивая возможные новые очаги возгорания по прилежащей местности. С помощью нескольких пожарных машин пламя удалось ликвидировать. О пожаре жители подумали не сразу, списав шум и треск с улиц на ремонт на строительные работы. Очевидец «Любовь» рассказала, что погорельцы живут в поселке только летом. Старый дом они использовали как подсобное помещение, выстроив после покупки в 2014 году новый дом на этом же участке. Так они живут тут летом, сейчас вообще живут. Хозяин дома был, она на работе, а он-то дома. Я не знаю, как это произошло. Мы детей спать укладываем вон внуков и слышим какой-то треск. Не поняли, что сначала не сразу вышли. Думаем, что-то делают, что ли, кто-то. Потом сын вышел, смотрит, тут пожар в соседе. Уже хорошо горело? Уже хорошо горело, да. Треск уже вовсю шел. Глава сельского поселения Дамир Аглямович, появившийся на месте происшествия, подчеркнул тот факт, что хозяева участка, где произошел пожар, люди порядочные и не пьющие. Сегодня от жителей получил сообщение о возгорании. Прибыл сюда, и уже дом начал гореть. Пожарные расчеты в целом прибыли оперативно. Начали тушить пожар, ликвидировать пожар. Житель этого дома не злоупотребляет спиртными напитками. Положительный человек. Почему произошло сгорание, пока я не могу сказать. По словам же дознавателей МЧС, пожар произошел из-за аварийного состояния электрооборудования или проблем с электросетью. Ранее объявленные проблемы с водоснабжением в поселке не сказались на проблеме с тушением пожара. К тому же пожарные машины обладали достаточным объемом воды. Пожар был потушен, но дом спасти не удалось. Алия Солохиева, Елеонора Милославская, Влас Семагин, НМедиа.